Всем привет! С вами я, Татьяна Шадрина. Вы у меня на канале Время Шить. Сегодня время вдохновения. Мы с вами сегодня полистаем свежий выпуск журнала Бутик Тренды. Это уже выпуск за июнь месяц 2023 года. На обложке нас встречает вот такая яркая модель цвета фуксии. Фуксия вообще цвет года. И посмотрите, это комбинезон. Я сначала думала, что это блузка, но посмотрев внутри технический рисунок, увидела, что это комбинезон. Но тем не менее, мне кажется, что по этой выкройке можно шить прекрасную блузку. Давайте сейчас начнем смотреть все и в деталях подробнее рассмотрим. Предлагаю полюбоваться страничкой с техническими рисунками. Можно поставить на стоп и рассмотреть, какие модели ждут нас в этом выпуске. На этом развороте мы видим, что завершают модели купальники, пара моделей купальников. Конечно же, нас это очень привлекает. Давайте посмотрим размерные признаки. Например, российский размер 50. Здесь в журнале это 46. То есть нужно прибавить к 46, 4 и получим наш российский размер. Но, пожалуйста, сопоставляйте все остальные мерки. Талию, обхват бедер. И сразу же давайте посмотрим большие женские размеры. 104, 108, ну, например, 112. Это российский 56 размер. Здесь это 52 размер. Точно так же нужно прибавить к итальянскому размеру 4 и получаем наш российский. На этом развороте нас ждет страничка для вдохновения. Можно посмотреть, какие самые яркие модели в этом номере. На первом развороте вот такая шикарная просто блузка и брюки. Брюки достаточно, скажем так, стандартные. Давайте посмотрим. Две складки по переду. Укороченные брючки с манжетами с отворотами по низу. Карманы в подрезных бачках. И мы видим, что брючки достаточно свободные вверху и немножко заужены к низу. Видим, что у брюк резинка на поясе. Гульфика нет, застежки нет. То есть брюки надеваются свободно через бедра. А весь излишек свободы собирается на резиночку. Но заметим, что впереди вот этот фрагмент без сборки. Излишнего объема в районе живота нет. Давайте рассмотрим блузку. Блузка из тех вариантов, которые с поясом. Посмотрите, блузка не длинная, немного ниже талии и заканчивается поясом. По спинке блузка тоже присобирается. Что еще можем заметить? Рукав у блузки сидит четко на месте. Может быть даже слегка завышенное плечо. Узкое плечико. Немножко мы видим сборку в верхней части поголовки. На расстоянии сантиметров 6-7 от низа идет сборка на резиночку. И выглядит как будто валанчик снизу. Красивая легкая блузка. Да, кстати, есть небольшая оборочка по горловине. И завязанная на горловине бант. Красивая, уютная блузка. Кому не нравится пояс по линии низа, пожалуйста, можно не делать пояс. Просто удлинить блузку и все. Технический рисунок блузки. Технический рисунок брюк. Мне кажется, очень носибельные брюки. Удобные, комфортные. И на лето, кто думал, какие брючки сшить, пожалуйста, сшите вот такие брючки. Они шьются несложно, потому что такой пояс выполнить легче, потому что нет гульфика, например. Защипы по переду тоже несложная история. Рекомендую. На этом развороте пара моделей это платье с запахом и блузка. Блузка топ. Что можно сказать про блузку? Блузка топ. Посмотрите, по спинке нет ни единого шва. А впереди подрез под грудью и вверху по груди легкий запах. Небольшой, неглубокий запах. Плюсы и минусы блузки. Плюсы какие, что несложно шьется такая блузка, нарядно смотрится. Какие минусы? Посмотрите, вот на девушке даже здесь видно, что идет сборка по спинке. У девушки видно, что короткая спинка. Поскольку у блузки нет шва по спинке и не отрезная талия по спинке, то излишек вот здесь некуда деть просто. Поэтому рекомендация моя такая, что либо мы делаем шов в круговую по блузке, и тогда излишек длины спинки прячем сюда. Либо корректируем длину спинки изначально. Просто на выкройке закладываем, скажем, где-то складку вот здесь на выкройке. И затем выкраиваем таким образом, чтобы у нас, ну скажем, совпала линия по талии, а спинка была короче просто. Соотносим между собой по линии бока, и будет короче спинка, короче, наверное, пройма. При необходимости пройму увеличим, подрежем. В общем, вот такая корректировка возможна. С другой стороны, выкройка очень хороша тем, что идет многим фигурам, особенно тем, у кого выдающаяся грудь, перегибистая спинка. Такой крой, он позволяет, ну скажем, ближе к телу расположить фигуру. И поскольку у многих женщин вот это место под грудью достаточно узкое, то здесь вот такой крой позволяет близко-близко к фигуре изделия расположить, и фигура смотрится миниатюрнее, изящнее. Мне кажется, эту выкройку можно использовать, скажем, для пошива платья. Просто удлинить, и получится платье. Платье с запахом написано, что выполнено из эластичного твила, костюмной группы, скорее всего, потому что ткань такая достаточно плотная. Платье такое шьется достаточно сложно, я бы сказала, потому что, посмотрите, пояс, пояс сшит в само платье. Скорее всего, пояс сшит, скажем, в два слоя, и это не так-то просто выполнить, аккуратно, безупречно. Но, с другой стороны, можно такое платье сделать и без пояса. Если вы новичок, то попробуйте просто юбку, скажем, приложить к верхней детали, и выполнить как цельную деталь, юбочки. И по спинке то же самое. Будет просто спинка с выточками, с талиевыми, и здесь будет у нас талиевая выточка. Тогда мы пояс-завязку просто пришиваем вот где-то к вертикальной части платья с запахом вот здесь, ну и получаем такое платье. Намного-намного проще в пошиве. Технический рисунок топа. Кстати, можно добавить и вертикальный шов вот здесь по этому топу, и немножко приталить, тоже чуть-чуть ситуацию лучше. Платье с запахом. Кстати, на фотографии тоже видно, что платье по спинке девушки длинно, есть заломы поперечные, ну их легко убрать вот в этот горизонтальный шов. На этом развороте, я бы сказала, универсальное платье, которое подходит всем буквально фигурам. Платье трудяшка, можно сшить такое платье и носить его чуть-чуть не круглый год, всесезонное платьишко. Очень красиво расположена застежка по типу пола, потому что она не до конца, не сквозная застежка. Можно сказать, что платье похоже на платье-рубашку. Есть небольшой воротничок, есть планка, вточной рукав с манжетами, и есть подрезные бачка. Посмотрите, бачок у нас идет вот здесь, и по спинке тоже переходит небольшой бачок. Платье дополнили поясом, но пояс можно носить, можно не носить. Это на любителя. Если мы вот такую планку закончим чуть-чуть выше талии или в районе талии, мы таким образом сделаем акцент на талию. Платье в пошиве не слишком сложное. А, нет, не скажу так. Платье в пошиве, на такой средней сложности, непростое. Давайте посмотрим тех рисунок. Технический рисунок платья. Небольшой воротничок, стойка, планка. Планка доходит практически до талии. Вот, скажем, длиннее я бы ее не стала делать. Может быть, покороче на пару-тройку сантиметров. Есть визуальный эффект. По силуэту ноги, юбка смотрится длиннее, чем верхняя часть лифа, и ноги кажутся длиннее. На этом развороте нас ждет плащ и брюки. Но брюки мы, наверное, еще посмотрим. Плащ, конечно, шить сложно. Здесь плащ классического кроя, с отлетными деталями, с отложным воротником, с патами, с клапанами на карманах, с завязывающимся поясом. На техническом рисунке мы видим, что по спинке есть вертикальный рельеф, центральный шов, вертикальный рельеф по бокам. Ну, это дополнительные линии, которые структурируют силуэт и добавляют вертикальный эффект. Повторюсь, шить плащ сложно, но выкройка, я думаю, что хороша. На этом развороте шикарный комплект брюки палацца. И жилет. Очень классно смотрится. Можно взять классическое сочетание по длине. Длина жилета. Узкий, маленький, малообъемный жилет. И широкие, свободные, длинные брюки. Мне кажется, здесь по пропорциям все прекрасно. Может быть, для улучшения, скажем, визуального эффекта можно было взять их в одном цвете. И брюки, и жилет. Все-таки контрастные цвета делят фигуру на две части. Ну, давайте смотреть. Жилет. Классика, классик. Ровный низ, немножко скошенные полочки. По спинке треугольный разрез. Вертикальные рельефы. И по спинке рельефы. И по переду есть рельефы. Есть нагрудная вытачка вертикальная. И кармашек. Застежка на пуговице. Жилет выполнен таким образом, что его можно носить. Посмотрите, и на голое тело. Но можно надевать инопременно водолазку. Очень хорошо сидящие брюки. Вот посмотрим на девушки. Единственное, это вот такие вот небольшие заломы. Идут вот по линии бока. Очень легко избежать таких заломов. На мой взгляд, здесь по спинке чуть-чуть не хватает ширины. Можно чуть-чуть добавить ширины. И, возможно, чуть-чуть складочки углубить. Вот эти вытачки на талии по спинке. Выраженные ягодицы у девушки. В остальном брючки, посмотрите, как хорошо сидят на попе. Никаких других перекосов особо нет. Брючки прекрасны. Ну, конечно, индивидуальный крой нужно будет подгонять, возможно, под себя. Но, тем не менее, широкие свободные брюки очень часто хорошо сидят. Давайте посмотрим, какая длина брюк. Многие скажут, что спорная длина. Девушка стоит на высоких каблуках. И брюки, посмотрите, не достают, скажем, не закрывают пятку. Многие девчата хотят, чтобы брюки по длине закрывали пятку. Но вот так, на мой взгляд, в данном случае брючки гармонично смотрятся. И образ в целом гармоничен по длине. Сейчас какая-то новая длина брюк. Давайте к ней привыкать. То есть чуть-чуть короче, чем мы привыкли. Тем более брюки идут с широкими манжетами, чтобы не собирать все на полу. Юбка брюки, наверное, эффект вот такой. Мы видим, что брюки с гульфиком, брюки с приточным поясом. Две глубокие складки впереди. И карман в подрезном бачке. На спинке тоже есть кармашки, но, как я прочитала, что это ложный. То есть вход в карман обработан обтачка, а кармашка самого нет. Обратите внимание, что складки у пояса немножко застрочены. Застрочены примерно сантиметр, наверное, на 3, может быть, на 2-3 сантиметра. Можно 3-4 даже сантиметра. И это стоит делать, потому что если мы не застрочиваем складки, они начинают опорчиться прямо от самой талии. Девчата иногда спрашивают, когда мы съем брюки-палацци, в какую сторону складки закладывать. Вот здесь мы видим четко складки заложены ближе к центру, к переду. Иногда мы делаем складки и закладываем наоборот от переда к бокам. Но вот знаете, какой эффект? Если мы закладываем складки от переда к бокам, есть эффект, передняя часть как будто выступает, как будто эффект фарточка. А вот в таком случае живот смотрится более плоско. И вот эти вытачки как будто добавляют объема к бедрам. На мой взгляд, нужно смотреть, какого типа у вас фигура. Если выступающий животик слегка, то лучше делать складки вот таким образом располагать. А если наоборот живот в палы, то можно складки расположить и наоборот, то есть как бы к бокам. Брюки, конечно, шьются сложно. И жилет в пошиве, непростая вещь. Жилет, классический вариант жилета, на подкладке шьется сложно. Брюки, достаточно широкие брюки, шьются тоже сложно. На этом развороте юбка и куртка. Есть еще интересная блузка, но про блузку здесь в журнале ничего нам не рассказали. Юбка. Юбка по спинке, посмотрите, выглядит вообще как будто прямая. Вот на девушке, даже как будто к низу зауженная. Вот такой крой. На самом деле крой не зауженный, немножко расклешенная юбочка. По передней детали мы видим, что по переду идут складки. Одна встречная по центру. И, кстати, две других тоже встречные. В районе вытачек передних тоже по складочке заложена. Юбка мини, юбка стилизованная, классная, молодым юным девушкам для занятий. Прекрасный вариант. Или для рабочих будней. Прекрасно. Куртка. Давайте посмотрим на куртку. Эффект бомбера, конечно. Выполнена из стеганой ткани, тонкая мелкая стежка. Рукав сидит плотно на месте. Внизу по курточке пояс, застегивается на замке. Маленький воротничок, стойка. И вот такие карманы. Если юбку сшить очень легко, то бомбер шьется сложнее. Но, мне кажется, с другой стороны, по этой выкройке можно сшить массу разных бомберов. Можно взять, например, футер трехнитку или с начесом, или с петлей, и получится просто спортивный бомбер. Можно выполнить из джинсовой ткани, получится летний, ветровка летний назовем. Давайте посмотрим тех рисунок. Куртка. Мне кажется, такую куртку с подкладкой сшить сложновато, конечно. Но если сделать по этой выкройке куртку, например, из джинсовой ткани или с футера, то это получится бомбер без подкладки, шьется тогда легко. Мне кажется, потенциально выкройка хороша. Ну и юбочка. Шьется несложно, здесь молния в боковом шве, вот она молния. На этом развороте пара интересных вещей. Это куртка, так скажем, рубашка. Здесь ее выполнили из какой-то плащевой ткани, но можно, мне кажется, взять, знаете как, и рубашечные ткани плотные. Например, плотную фланель, или, например, плотную джинсу. И получится тоже по этой же выкройке совершенно другого характера вещь. Куртку выполнить сложновато, потому что требуется работа с подкладкой. Ну а если мы выберем другую ткань, то, конечно, в работе это будет несколько проще. Но все равно не обольщайте, что это будет намного проще, потому что много мелких деталей. И воротничок на стойке, и манжеты с разрезом под манжет, и кармашек. Не просто все это. На этой страничке нас здесь встречает комбинезон. Комбинезон классный, модный, стильный. Посмотрите, с двумя рядами пуговиц. Потому что двубортный крой лифа. Нижняя часть комбинезона это брюки со складками у пояса. Немножко брюки книзу заужены. Вот посмотрела по выкройке, они не просто, скажем, не заужены, а просто прямые. Но если предыдущие брюки, скажем, были достаточно широкие по низу, то здесь по низу просто прямые. Не слишком широкие. Рукав точной, сидящий на месте. Видим, что девушка носит этот комбинезон с подплечниками. Прямо четко видно фактурная, скажем, линия плеча. По талии шлевки, в дет пояс. Но при этом, посмотрите, здесь у нас пояс контрастный, а здесь уже нам предложили просто пояс. Здесь сложно, знаете как, сложно понять, как устроен лифт. Потому что застегивающийся, завязывающийся пояс закрывает. Посмотрите, здесь у нас застежка по брючкам, вот такая. А потом есть, видимо, отлетная деталь, которая пристегивается. Ну вот скажем, вот здесь застегивается. Изнутри тоже будет застегиваться деталь. Это же комбинезон, его же нужно надевать как-то. Ну, любители комбинезонов у нас, я скажу, не так много. На мой взгляд, эта выкройка потенциально, скажем, полезна и интересна своей, вот скажем, составными элементами. Можно сшить отдельно вот такие брюки, и с брюками все понятно. Можно сшить отдельно лифт вверх, и получится либо укороченный жакет. Вот можно прям точно такой же длины сделать, как предлагается здесь. Можно эту выкройку удлинить и сделать двубортный жакет, кому хочется. А можно удлинить до платья. Очень модно, мне кажется, во все времена модно вот такое платье-жакет, так называемый, для рабочих будней шикарный вариант. Ну, потенциально выкройка, мне кажется, богата. В пошиве эта вещь, конечно, сложная. Куртка-рубашка, комбинезончик. На этом развороте шикарное летнее платье, выполнено оно из тонкой ткани, шифон. Здесь даже на девушке не побоялись надеть платье без подкладки, прозрачное платье. Видим, что по горловине идет сборка, широкая горловина, сборка по талии тоже присобрана. Пояс контрастный, контрастная обработка низа рукавов, присобранные рукава и горловинка тоже контрастная обработка. Мне нравится такое платье, но я бы единственное, что для повседневности, конечно, носила бы это платье с нижним платьем, скажем, каким-то с чехлом так называемым. Кто-то любит шить подкладку для платья. Но вот лично я не люблю подкладки, и девчатам советую не шить платье на подкладке, а шить небольшое такое платье, самостоятельное платье-комбинацию на узеньких бретелях. Облегчается верх, и при этом платье будет универсальное. Одно можно шить под все остальные платьишки. Выбрать подходящую ткань. Если у нас вот это платье из шифона, можно шить бежевого цвета нижнее платье, и получится шикарный вариант. Вот это платье, мне кажется, в исполнении несложное. Можно брать новичкам шить такое платье. Единственное, что вот эту бейку нужно подумать, из чего выполнить. Самый простой вариант, например, купить такую бейку-резинку, и с ее помощью обработать низ у рукавов и горловины. Но можно кроить из отдельной ткани. Мы видим, что по спинке сделали еще разрез капельку и завязали на горловинке. Знаете, не обратила еще внимания. Посмотрите, еще у нас по плечам сборки идут. Вот такой маленький совет из жизни, что вот эту сборку, конечно, хочется расположить равномерно, но я бы располагала большую часть сборки в той части, которая ближе к центру, к середине детали. Потому что, когда мы располагаем много сборок в районе плеча, есть эффект такой, что платье как будто разваливается на плечах. И вот у девушки, кстати, мне показалось, что сборок в районе рукава немного. Ну, вот такой маленький совет. На этом развороте комбинезон с обложки и платье. Ну, давайте сразу в двух словах поговорим про платье. Платье выполнить очень легко, шьется легко. Обработка горловины, наверное, обтачкой. Я бы выбрала, по крайней мере, обтачку. Написано, что выполнено платье из тонкого, а, из эластичного трикотажного крепа, без застежки. На мой взгляд, выкройка настолько универсальна. Вот я вижу, что подрезные бачка, вот сейчас на тех рисунки посмотрим, с боков вставки такие. Что, мне кажется, любую ткань можно взять для шитья такого платья. Получится базовое платье-трудяшка. Красивый треугольный вырез горловины, рукав сидящий, плечо на месте сидит. Немножко рукав такой расширен к низу, чуть-чуть платье эффект плеши создает. Можно сделать платье длиннее, можно взять любую летнюю тканюшечку и сшить такое платье. Шьется легко, быстро. Самый подходящий вариант для новичков. Дополните его поясом. Можно пришить, кстати, вот здесь ярус, сделать оборочку со сборкой. И получится просто будничное повседневное платье на лето. Что с этим комбинезоном? Да, в пошиве, конечно, он сложный. Давайте рассмотрим, как он устроен. По спинке мы видим, есть шов вертикальный. Молния в среднем шве по спинке. Можно расстегнуть комбинезон и надеть таким образом. По спинке вырез горловины глубокий, треугольный, по переду кругленький, неглубокий. И обратите внимание, вот такие складки по переду, вот знаете как? Такой крой, что на мой взгляд складки будут хоть у кого. Худаевые или полные точно так же будут складки. Почему? Потому что вот здесь у нас идут карманы. Карманы дают некоторую слабину, потому что они не вшиты никуда. И будут свисать, как будто фарточек такой под животиком. И вот в этих местах брюки достаточно плотно сидят по фигуре, не в обтяжку, но и не свободно. И поэтому здесь будут заломы, потому что мы двигаемся, излишней свободы нет. И поэтому вот будет такой эффект. На мой взгляд это не очень удачный крой. Тем более сейчас посмотрим, как выполнены кармашки. Что это не узкие такие, как входы в карман, а достаточно глубокие, широкие и такие, ну как изогнутые. Не нравится мне такой вариант. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете. Я вот из своего опыта рассуждаю, что такой формы карманов я стараюсь избегать. Что еще сказать? Очень классный вот этот крой, который скрывает лишние килограммы и уменьшает объемы. Когда вот такие валаны вшиты в вертикальные рельефы. Посмотрите, они начинаются от плеча, где-то с середины плеча, и уходят вот сюда в талию. Рисуют талию формы валанов, уменьшают визуально бачка, кажется, что фигуры меньше и изящнее. Вот здесь вставлен как бы бачок дополнительный. Мне кажется, потенциально выкройку стоит разбить на две части, но вот представьте, какое получится шикарное платье. Берем лиф от комбинезона и добавляем летящую юбку, или просто прямоугольник, присобранный у талии, или юбку полусолнцем, или просто клешоную юбку, расклешонную с двумя швами. И получаем шикарное летнее платье. Девочки, шьем платье сейчас такие в моде. Самое время комфортно, удобно, уютно. Мне кажется, любая ткань подойдет. И штапель, и лен, и вискоза, и всевозможные штапели. Как я штапели сказала, что батисты, может быть, двухслойные. Выбираем летнюю ткань, шьем летнее платье. А с комбинезоном, вот надо прям сильно подумать, скорее всего, какой-то трикотаж подойдет для такого края. Чтобы у нас внизу, вот здесь, брючки, чтобы сели хорошо. Но с другой стороны, брючки, может быть, сделать без таких карманов, и тоже получится неплохо. Давайте этих рисунков посмотрим. Технический рисунок комбинезончика. Посмотрите, какой формы карманы. Они длинные, то есть низко вход расположен. И еще практически начинаются с середины. Вот этот центр переда, то есть с середины переда практически начинаются карманы. Вот, на мой взгляд, неудачные. А вот выкройка платья. Базовое, можно сказать, свободного кроя платье. На этом развороте ждет нас платье. Платье с запахом. Платье отрезное по талии, как по переду, так и по спинке. По спинке есть еще вертикальные выточки. Отрезное по талии. И по переду мы видим, что есть запах. Цельнокроеный рукавчик недлинный. Запах по вырезу горловины обрамлен еще и воротником отложным. Красивое платье. Платье достаточно узкого силуэта, так что в боковом шве мы видим, что вставлена молния, чтобы платье можно было удобно надевать. Платье в пошиве, я бы сказала, что не слишком сложный вариант. А, кстати, еще не сказал, что рукава по низу на обтачках, обработаны обтачками. Ну, давайте посмотрим жакет и брюки. Это костюм. Брючки достаточно узко сидящие по фигуре. Прям узко-узко сидящие. Жакет тоже, кстати, плотно сидит по фигуре. Посмотрите, жакет на одной пуговице, не длинный. В долине бедер доходит. Узкий рукавчик сидящий на месте. Застежка на одну пуговицу. Маленькие миниатюрные лацканы. Кармашки. Классический костюм получается. Узкий, изящный костюм. Давайте тех рисунки посмотрим. Тех рисунок жакета. Классика. Брючки достаточно узкие. Еще не сказал, что с отворотами по низу. Есть гультик, приточной пояс. Сложные брючки. И платье на запах. Дальше идут мода большие размеры. Парка. На мой взгляд, хорошая выкройка. Такая базовая одежда. Парка. Шьем. Жакет укороченный. Посмотрите, какой коротенький. Чуть ниже талии. То есть, как бы едва доходит до бедра. На одной пуговице. На месте сидящее плечо. Посмотрите, какой узенький жакет. Но, кстати, на мой взгляд, он действительно узкий для этой женщины. Для этой девушки. И насколько плохо сидят брюки по спинке нам показали. Хотя они и свободного кроя брючки. Но вот прям много-много лишних складок. Но, с другой стороны, я подозреваю, что это не показатель. Может быть, девушка просто встала в очень неудобное. В невыгодном ракурсе ее сфотографировали. Вот здесь брючки смотрятся классно. Посмотрите, ровненько. Зауженные к низу. Свободный крой в верхней части. Но, с другой стороны, особенно для плюсов. Вот такая оборочка по талии, на мой взгляд, очень невостребована. Не стоит так делать. Но выкройка потенциально годна к использованию. Просто не делаем вот эту рюшу сверху. А так и кармашки у нас есть в подрезных бачках. И свободный крой без гульфика. Гульфик, кстати, имитация только гульфика. Пояс с резинкой. Я бы сделала так, что резиночку вставила. А потом бы здесь оставила резинку без сборки. А все сборки ввела бы на бока и на спинку. Чтобы на животе не было лишнего объемчика. Давайте этих рисунки посмотрим. Выкройка парки. Технический рисунок. На мой взгляд, хорошая модель. Потому что не так много разных деталей. Но самое необходимое есть. Есть и капюшон. Есть и застежка с клапаном по переду. Карманы есть. Карманы можно, кстати, сделать и просто накладкой. Есть рукав. Рукав с отворотом. И капюшон. Капюшон очень удобной формы. Посмотрите. С центральной вставкой капюшон хорошо сидит по голове. Сделали еще кулиску по талии. Пожалуйста. Голосуй за эту парку. И длина хороша. Все хорошо в ней. Брюки. Вот, кстати, на девушке по спинке не очень хорошо смотрится. Но в целом я бы выкройку такую поддерживала. Потому что много сейчас летних брючек. Не обязательно делать такие брюки в стиле Марлен Дитрих. Или, так называем, брюки палацци, что внизу широкие. Для размеров плюс хорошо смотрится, когда вниз немножко они идут заужены. Вот наш вариант. И тем более есть свобода в районе бедра, что сейчас тоже приветствуется. Я бы попробовала вот эту выкройку брюк. Кстати, если кто-то действительно сошьет брюки по этой выкройке, напишите в комментариях, как на вас все это село. Ну и выкройка жакета. Повторюсь, девушка здесь, на мой взгляд, надела просто жакет не своего размера. А так, в принципе, классика. Ну вот на этот разворот смотрю. У меня такое ощущение, что обе модели в минус. Вряд ли кто-то захочет повторить такие вещи из размеров. Как бы из-за обладательниц размера плюс. Ну, во-первых, платье по цвету контрастно сделано. Верх-низ темно-светло. Делит фигуру пополам. Во-вторых, само платье, верхняя часть платья из какой ткани выполнена. Хлипкая, тонкая какая-то ткань. Можно, я бы взяла верхнюю часть и, скажем, сделала бы по этой выкройке просто рубашечку. Рубашечку, тунику, блузку, все что угодно. Годится. А нижнюю часть можно использовать как выкройку просто прямой юбки. Как платье, на мой взгляд, негодный вариант. Напишите свое мнение внизу в комментариях. На мой взгляд, сейчас они носят такие платья. Наверное, старого от какого-то выпуска попала сюда к нам на страничке журнала. Вот эта блузка. Выполнить ее легко написано. Но, на мой взгляд, тоже блузка. Ну, какая-то несуразая. Для размеров плюс. Много каких-то сборок невнятных. Обтянута грудь, обтянута спинка. Размер не тот на девушке. И вот эта драпировка, почему-то она лежит по косой, хотя она должна ровненько лежать. Ну, скажем, потенциально по центру должна лежать. И вообще, есть блестящие ткани. В общем, я минусую эту блузку. Ну, давайте этих рисунки посмотрим. ТОП. Мы видим, что впереди отрезной по талии. Есть какие-то драпировки. Драпировки еще в районе плеча. Присобраны какими-то перемычками у нас плечики. Получается узкое плечо. И сборка на спинку заходит и на перед. Не понимаю, как устроена эта блузка. В предназначении ее носить под что-то. И такое изобилие драпировок под жакет, например, или под кардиган, на мой взгляд, излишне. Напишите свое мнение. Технический рисунок вот такого платья, повторюсь, я бы разделила на две выкройки блузки и юбки. И использовала бы их по отдельности. Ну, этот разворот тоже как-то вот прям не оставляет никаких позитивных эмоций. Слушаю модных блогеров за последнее время. И для размеров плюс, на мой взгляд, абсолютно неподходящие вещи. Во-первых, они и откровенно малые девушки. И что платье, что сарафан не носит сейчас в такой степени облегания вещи. Во-вторых, такая длина до середины колена, а сарафан так еще и выше колена немножко, тоже не для размеров плюс, как минимум. Но с другой стороны, потенциально можно посмотреть, мне кажется, в принципе, модели устаревшие. Вот напишите, что вы думаете. Ну, если кому нравится сарафанчик, почему бы не использовать? Но я бы взяла сарафан на пару размеров больше, если судить по девушке. Промеряйте саму выкройку. Потенциально выкройку можно использовать. Почему нет? Можно, например, без молнии по центру и просто сделать такой сарафанчик. Свободненький, длинный, длинный. Ну, с платьем, платье, мне кажется, если только выкройку топа, скажем, взять как за основу. Выкройка сарафана, технический рисунок сарафана. Вытачки нагрудные, по спинке вытачки. И он очень короткий. И платье отрезное по талии. Верхняя часть выполнена из какого-то трикотажного полотна. Нижняя часть платья-то гофрированная. На этом развороте пара комплектов белья. Так называемые лифы. Два треугольничка с завязками. Ну, вот ценность в трусиках, я бы сказала. Треугольнички с завязками тоже, в принципе, можно сшить. То есть, это на очень маленькую грудь, не тяжелую. Потому что без поддержки, так называемые, бралеты. Трусики на каждый день, на повседневность. Почему нет? Выкройка нам, пожалуйста. Причем два варианта выкройки. Очень красиво вот так верхнюю часть украшать кружевом. Куском, отрезом кружева. Ну, или просто обрабатывать срезы трусиков какой-то контрастной бейкой. Удобно, красиво. Мне кажется, что выкройка еще и на купальнике подходит. Белье и второй комплект. На этом развороте нам предлагают сшить халат с запахом. Универсальная вещь. Можно сшить из любой ткани. Можно сшить из трикотажного полотна. Можно даже, наверное, из ткани. Не из трикотажа. Хотя здесь написано, что трикотаж. Но достаточно свободный. Кроме, мне кажется, например, из штапеля. Можно сшить такой халатик. Как вариант домашней одежды. Чем хороша выкройка? Посмотрите. Вточной рукав. Не балахонистый. Не свисающий. Ну и завязывается здесь завязка сбоку. Можно сделать еще выход для второго пояска. Той части, которая внутри, вот здесь в боковом шве. И завязывать просто сверху, скажем, приталивать посильнее. Тогда завязки будут вот так болтаться. Красивый халатик. Дальше пошли вещи на деток. Давайте посмотрим. Здесь куртка и брюки на возраст 9-12 лет. Конечно, все это сложно шьется. На этом развороте опять базовые модели для деток. Посмотрите, куртка. Похоже, что из эко-кожи сшита. Можно сшить из денима. Майка, брюки. Две пары брюк по типу джинсовых. На этом видео заканчивается. Как всегда, буду рада вашим комментариям. Пишите внизу под видео, что думаете, что вам понравилось, какие впечатления получили. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. До встречи в комментариях. Всем пока-пока.